Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров присоединяется к эфиру. Рифат Ага, приветствуем вас. Приветствуем. Добрый вечер всем. Да, и сначала давайте поздравим вас и всех крымских татар. Сегодня день флага крымско-татарского народа. Тамга, рядом с вами есть украинский флаг и второй флаг. Мы сейчас тоже увидим флаг крымских татар. С праздником вас, Рифат Ага. Спасибо, большое спасибо. Но замечу, что после 2014 года, когда и все украинское общество, и международное сообщество увидело массовые выступления крымских татар с непринятием российской оккупации, и все эти мероприятия проводились под крымско-татарским флагом, мне представляется, что сегодня крымско-татарский флаг известен во многих уголках земного шара. Ну а если мы говорим о государственном флаге Украины, то нет, наверное, ни одного уголочка на земле, где бы не узнавали бы государственный флаг Украины. Рифат Ага, мы говорим о том, как будем освобождать Крым, и разговоры об этом ведет и президент на всех уровнях, и вы, и представители народа крымско-татарского. Но начать я хочу с тех ваших братьев, сестер, которые сидят, которые сейчас находятся под репрессивным катком оккупационного режима. 180 человек, по данным Дмитрия Лубенца, сейчас содержатся в тюрьмах, по делам сфабрикованным ФСБ. Вы можете что-то сказать по основным, ну хотя бы как люди чувствуют себя, есть ли связь с ними, с теми крымскими татарами, которые сейчас находятся за решеткой? Ну, разумеется, мы, но в первую очередь родственники и соратники политзаключенных в Крыму, они пытаются держать поле внимания участь каждого, того, кто оказался за гратами в застенках российских тюрем. Здесь надо заметить, что после того, когда проходит вся эта процедура судилищ, и человек окончательно приговаривается, как правило, к очень большому сроку лишения свободы, ни одного гражданина Украины, ни одного политзаключенного, осужденного в Крыму, жителя Крыма, не оставляют, скажем так, отбывать, пусть и незаслуженное, но вот этот приговор на территории Крыма или близлежащих Крыму, собственно, областей Российской Федерации, наших соотечественников, политзаключенных, их отправляют в очень далекие регионы России, и с ними поэтому очень трудно бывает взаимодействовать и все время иметь информацию об их положении. Но, тем не менее, адвокаты ранее, до 24 февраля 2022 года, дипломаты украинские, консулы, они могли иногда навещать наших политзаключенных. Теперь, конечно, ситуация намного ухудшилась. То, что происходит в этих местах лишения свободы, но я могу только лишь на примере Наримана Джелялова пояснить, что происходит в СИЗО на территории Крыма по отношению к крымским политзаключенным. Вот Нариман, первый заместитель председателя Меджлиса Крымского и Татарского народа, и недавно приговор в 17 лет лишения свободы, якобы за подготовку диверсии, вот для него установлен такой режим, когда из 24 часов он должен с 16 часов находиться на ногах. Он не имеет права садиться в камере. Установлен такой режим, и никто не может объяснить, в чем смысл этого режима. Главное, чтобы попытаться сломить человека, в 16 часов из 24 Нариман находится в стоячем таком положении, в камере, и там есть еще второй его, заключенный в этой камере, и по отношению к ним такие режимы. То есть максимальные репрессии и максимальное запугивание. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, еще вот весной, когда комментировал действия, которые будут сопровождать освобождение Крыма, он сказал, я далее процитирую, процитирую, как только заходим, во-первых, мы должны провести расследование в отношении людей, которые были репрессированы на протяжении всех лет оккупации. Во-вторых, выяснить, кто писал доносы. И вот для того, чтобы выяснить, на самом деле, кто занимался этим вредительством, это ли возможно только после полной деоккупации, или все-таки сейчас, благодаря тем же партизанам, это может стать известным. Как вообще раздобыть эти факты, а самое главное – доказательство, чтобы на самом деле виновные были привлечены к ответственности? Ну, во-первых, сейчас на материковой части территории Украины работают правоохранительные органы, которые непосредственно занимаются преступлениями, совершаемыми в оккупированном Крыму. Это прокуратура Автономной Республики Крым, это Главное управление внутренних дел Министерства внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым, Служба безопасности Украины в Автономной Республике Крым, и уже тысячи и тысячи граждан Украины, совершивших преступления или в отношении украинского государства, или в отношении прав и свобод других людей на территории Крыма, они, в общем-то, взяты на учет, по отношению ко многим из них возбуждены уголовные дела, а часть уже, в общем-то, эти дела завершены судебными решениями, где вынесены заочные решения, и как только эти люди будут досягаемости правоохранительных органов Украины, эти приговоры будут реализовываться. Это первое. То есть, никто не стоит на месте, и, разумеется, отсюда отслеживается вся ситуация. И в первую очередь речь идет, конечно, о оккупационных следователях, сотрудниках оккупационной прокуратуры, о судьях, которые судят граждан Украины, ну и, разумеется, те, которые занимаются открытой деятельностью, направленной на укрепление российской оккупации. Ну, скажем, представители органов оккупационной власти, как назначаемые, так и так называемые избираемые в ходе незаконно организуемых выборов на территории Крыма. Это первое. Второе. Разумеется, после освобождения Крыма, Крыму необходимо будет проводить очень заранее и глубоко продуманные действия по привлечению всех тех, кто совершил преступление и каким-то образом остался ждать вступления вооруженных сил Украины. Я немножко усмехнулся, потому что мы рассчитываем на то, что у тех людей, которые действительно и в реальности совершили преступление, но они же сами об этом знают, что они преступники, мы уверены, что подавляющее большинство из них, они побегут из Крыма, может быть, намного раньше, чем, собственно, последний российский солдат. И поэтому они где-то нас освободят вот от этой работы по их выявлению, выяснению всех обстоятельств, совершенных ими преступлений, и потом осуждению, да еще потом и содержанию. Но, разумеется, это все равно не означает, что не будет проводиться, не будут проводиться широчайшие расследования по всем совершенным на территории Крыма преступлениям за те многие годы оккупации, даже если лица, совершившие эти преступления, в это время в Крыму будут отсутствовать. Мы никого не должны, ничьи преступления мы не должны оставить без расследования, ну, хотя бы для того, чтобы потом этих людей преследовать и чтобы все увидели, что совершаемые преступления, они не могут быть прощены. Да, это действительно очень важная деятельность зафиксировать и довести до суда в конце концов все дела о преступлениях, которые Россия совершает в Крыму. Хотел бы вернуться к тезису президента Зеленского. Оккупированный Крым могут освободить в том числе и политическим путем, сказал он, и подчеркнул, что Украина в этом заинтересована, при этом, конечно же, напомнил, что никаких переговоров с Россией не может быть начато, пока российские войска не покинут территорию Украины. Вот это тезис, Рифа Тага, про политический путь. Что думает Меджлис? Какая позиция крымско-татарского народа? И как вы коммуницируете эту позицию в разговоре с миром? Я знаю, у вас очень много контактов с европейскими, американскими политиками. Как вот этот тезис о политическом пути возвращения Крыма обсуждается? Ну, действительно, и здесь мы максимально искренни, но все хотели бы такого освобождения Крыма, чтобы исключить гибель многих и многих военнослужащих вооруженных сил украинской армии. И поэтому любые возможности для того, чтобы освободить Крым от российских оккупантов, не прибегая к широким военным, масштабным военным действиям, разумеется, они будут использованы. Но сейчас пока еще, скажем так, вооруженные силы Украины не подошли близко к Крымскому полуострову. Пока еще остается оккупированная часть прилегающей к Крыму Херсонской областей. Не совсем понятно, какие могут быть нюансы, связанные с дальнейшим ходом ведения боевых действий. Это война. Поэтому очень четко показывать определенное направление и сказать, что только так будет осуществляться освобождение Крыма, я думаю, что это будет неправильно. Разумеется, в первую очередь, мы все исходим и должны исходить из того, что вооруженные силы Украины это главный фактор для освобождения Крыма, а дальше уже можно вступить в действие очень много иных факторов. И об этом, кстати, тоже говорил президент, правда, несколько месяцев назад, кажется, в конце апреля он давал большое интервью финским и из других скандинавских стран журналистам интервью. и когда они ему напомнили о том, что вот президент говорил в 2022 году в начале широкомасштабного вторжения, что вооруженным путем освобождения Крыма невозможно, это приведет к гибели сотен тысяч солдат, они ему напомнили это его мнение, и президент, с моей точки зрения, абсолютно правильно сказал о том, что Россия намного ослабла с того времени. А последние события, которые происходили собственно с самой Россией, нам продемонстрировали то, что в любой момент события в России могут пойти для России в такой форме, которая ее еще больше дезориентирует и прочее. Поэтому давайте будем исходить из того, что основной фактор вооруженной силы Украины, но очень внимательно отслеживаем, какие будут это вызывать последствия по мере приближения украинских войск к Крыму. И отсюда уже могут быть другие варианты освобождения Крыма, в том числе, я тоже не исключаю переговоры, но переговоры не о том, когда какой статус Крыма, в чем составе. Нет, там переговоры могут быть только лишь в одном направлении. Как и каким способом выводить российские войска из оккупированного Крыма. Если Россия окажется в такой ситуации, когда она попросит переговоров, чтобы избежать дополнительных жертв с обоих сторон, что мы хотим, мы просим переговоров, чтобы нам вывести войска, почему бы с ними не сесть за переговоры. На самом деле, знаете, еще что интересно, вот опять же весной российский журналист Яковенко заявлял о том, что это были его предположения и наблюдения, что российская пропаганда на самом деле уже готовится и вроде бы как даже, возможно, методически получила. Как же действовать и что говорить о том, что, мол, Крым пришлось сдать Украине, потому что так было запланировано, потому что Путин так и хотел, потому что это какой-то его гениальный ход. И вот сейчас также в нашем эфире сегодня звучало, что есть некоторая очередь там на выезд из Крыма. Конечно же, возможно, не такая фантастическая, которую хотелось бы видеть и наблюдать, чтобы все уже повыезжали и освободили самостоятельно Крым. Но вместе с тем, как вы считаете, а будет ли Россия условно забирать своих каким-то образом, спасать своих? Или, как обычно, люди, это так второстепенно, кто спасся, тот спасся? Я думаю, что если вот войска будут уходить под натиском вооруженных сил Украины и иных каких-то не будет, ну, скажем, задействовано механизмов, но в том числе и переговоры об эвакуации России из собственных войск и может быть даже, ну, я не знаю, там тех, кто служит в российской оккупационной администрации, то, конечно, если просто будет бегство военнослужащих российской армии, то понятно, что Россия заниматься гражданскими лицами не будет, абсолютно не будет, и тогда начнется большая паника в Крыму, поэтому мы как-то пытаемся объяснить тем, кто незаконно поселился в Крыму, да, и тем, кто прислан туда для укрепления российской оккупации, что они должны были бы уже осознавать не только то, что освобождение Крыма, но неотвратимо, освобождение вооруженными силами Украины, но и то, что оно может случиться в очень короткие сроки, и они просто не успеют выехать из Крыма, и, конечно, мы пытаемся их призвать вот к этому осознанию, но не совсем пока, как мне представляется, вот эти колонисты воспринимают наше пояснение, но, еще раз повторяю, иногда достаточно одного действия. Первый же мощный удар по мосту через Керченский пролив, удар крылатой ракетой, это сразу будет сигналом для того, чтобы десятки, если не сотни тысяч россиян потянулись из Крыма. Но как они тогда будут перебираться? У них есть резервный вариант, это паромная переправа, шесть паромов, паромное сообщение восстановлено весной, российское правительство выделило из своего резервного фонда 80 миллионов долларов, и это вполне открытые действия, они даже каким-то образом пропагандировались российскими оккупационными властями, и поэтому, но этого будет недостаточно, что такое шесть паромов, когда десятки и сотни тысяч людей будут спешить покидать Крым, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы они уже сейчас бы принимали это решение. Рифат, когда вы говорите о стремительности возможных исторических процессов, о возвращении Крыма, как не вспомнить события минувших выходных в России, неудавшийся мятеж, с минуты на минуту ждем, что скажет Путин, он сегодня второй раз за последние дни решил обратиться с телеобращением, видимо, что-то будет говорить по поводу тех событий, вот такой мятеж, который был, та попытка мятежа, которая была, приближает ли день возвращения Крыма от оккупанта? Здесь все зависит от того, что в основе, да, вот, но, что предопределило действия людей, которые пошли на этот мятеж, ну, того же Пригожина, и, конечно, нет, там были попытки обосновать и борьба с коррупцией, и все там было, и олигархи, но в итоге мы увидели, что речь шла о желании просто, ну, сохранить вооруженную банду 25 тысяч военных в собственных руках, под собственным контролем, не отдавая ее под контроль, ну, другой, но государственной банды, Министерства обороны. Поэтому, вот, такого рода мятежи, когда, ну, причины не настолько, может быть, глубинные, которые бы сотрясали все российское общество, они могут подавляться, они могут возникать и как-то потом потухать, гаситься как-то, да, но есть другие факторы, которые могут привести в действие людей, силы, которых уже никто не остановит. И вот, скажем, борьба за Крым или освобождение Крыма, начало военных действий за Крым, вступление вооруженных сил Украины на крымскую землю, по моему глубокому убеждению, оно приведет к дезориентации и военного, и политического руководства России, к определенной панике, столкновении внутри разных мнений. И если за мятеж возьмутся, но, понимаете, я сейчас пытаюсь анализировать, в общем-то, абсолютное зло, которое для меня называется Россией, но мы сейчас говорим о внутренних процессах, которые в этом зле могут происходить. То есть, если за дело возьмутся военные, которые, ну, обвинят во всех своих проигрышах Путина, а у них есть все основания, в общем-то, прийти и сформулировать такое мнение, то этот мятеж может удастся, только что тогда, какие последствия будут возникать, в том числе и с точки зрения угрозы международной безопасности. Мне представляется, и не только я, многие эксперты на эту тему говорили, настало время, когда специальным международным институтом, я меньше всего имею в виду такие организации, как Совет Европы или ОБСЕ, я имею в виду специализированные организации, военные институции в середине НАТО, разведывательные сообщества, надо серьезно подумать о том, как можно будет очень короткое время взять под контроль ядерное оружие в России. Мне представляется, что такое время может наступить, и чтобы здесь человечество не оказалось в абсолютной беспомощности. Спасибо, Рифа Тага, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню зрителям, что с нами на связи был Рифа Чубаров, глава Меджлиса Крымско-Татарского народа. Рифа Крымско-Татарского народа. Продолжение следует...